Здравствуйте, уважаемые зрители, дамы и господа, дети, кошки, собаки, бабушки и дедушки. Меня зовут Мария Тропикал. В сегодняшнем потрясающем ролике речь пойдет о том, почему же девушка или женщина теряет интерес к мужчине. Конечно, мы с вами поговорим о начале отношений, когда все еще непонятно, неясно, такая интериа интерижет. Давайте так, если парень надоедает девушке, это может значить то, что он слишком много ей уделяет внимания. Он очень навязчиво себя ведет по отношению к ней, слишком часто звонит, слишком часто пишет, слишком часто зовет ее на свидание. Короче, не дает ей времени побыть одной, подышать, так сказать, свежим воздухом, начать скучать по этому прекрасному молодому человеку, которому не терпится. Не терпится. Поэтому он просто из кожи вон лезет, чтобы с этой девочкой заобщаться, задружиться, зацеловаться и, может быть, даже что-нибудь еще заделаться. Поэтому он никак не может оставить ее в покое. И это грубейшая ошибка. Тошнит уже от твоего внимания, дружок. Тебе нужно давать ей время по тебе соскучиться. Тебе нужно давать ей время, чтобы она осталась со своими мыслями, чтобы она начала о тебе думать. Хм, вот он уже не пишет мне целых 4 часа. Он раньше так часто мне писал, а сейчас вдруг не пишет. Вторая причина, почему ей может все это надоесть, то, что происходит между двоим, это, конечно же, то, что ты стал неинтересный сам по себе. То есть у девушки часто такое бывает, что вот она встречается с каким-то парнем, она представила перед собой какой-либо образ этого парня, и она думает, что вот этому парню присущи такие, такие, такие и такие черты. Но стоит тебе только перестать соответствовать тому, что она себе напредставляла, как ты сразу попадешь в немилость. Ну что за тупость, скажешь ты? Согласна. Целиком и полностью поддерживаю твое отношение к этому, но, к сожалению, ничего поделать нельзя. Важно то, что тебе нужно стараться максимально быть самим собой, когда ты с ней знакомишься, чтобы потом не повозь в просаг, не соответствуя каким-то ожиданиям и ее представлениям о тебе. Следующая причина, почему у нее может к себе пропасть интерес, это то, что ты ведешь себя как жадный жлоб, противный колоб, который не хочет плачать за кофе, который не хочет плачать за курасанчик, который не хочет давать ей ничего, кроме... НИЧЕГО! Если ты взялся за такое нелегкое дело, как ухаживать за прекрасной девушкой, с которой тебе хочется солиться воедино, то будь готов к тратам. Потому что это дорого, потому что это девочка, потому что у нее есть свои желания, потому что она ждет от тебя определенных действий, потому что куча конкурентов вокруг тебя. А если ты думаешь, что ты один в поле войн, то ты глубоко ошибаешься, мой дорогой. Внимаешь, улавливаешь. А если ты будешь себя вести как какой-нибудь скупер-гей, то ты просто проиграешь на фоне остальных чуваков. Покажи, что ты красивый, галантный джентльмен, который умеет ухаживать за девочкой. Потому что это все часть ритуала, который называется ухаживание. Да? Мы все чего-то хотим добиться. Ты же не просто так начал встречаться с этой девочкой. Согласись, тебе тоже от нее что-то нужно. Конечно, мы все знаем это. Но не пытайся скрыть это все за какими-нибудь странными завуалированными. Типа, да нет, да просто она такая интересная. Да просто мне так прикольно с ней общаться. Бла-бла-бла-бла-бла. Это все чушь. Это все болшет. Иначе просто пойди пообщайся с какой-нибудь библиотекаршей. Она очень много всего знает. И у нее очень много книг. Она может тебе дать почитать. Бесплатно. Что-то мне подсказывает, что ты любишь не только знания. Грязный ты. Шелонишка. Следующая причина. Ты можешь быть просто слишком скучный. Просто скучный. Вот и все. Особенно если ты надоедаешь очень большому количеству разных девочек, то скорее всего ты просто отоба скучный. С тобой не о чем поговорить. Ты не смешной. Ты не веселый. Ты ее ничем не шутишь, не развеселяешь. Ну, не знаю. Ей не о чем с тобой поговорить. Не о чем с тобой поржать. Ты слишком серьезный. Ты там на каких-то таких шахстях ходишь, гуляешь, там кисаешь. Девчонки любят смешных парней. Ей нравится поржать, посмеяться, чтобы кто-то развеселил, чтобы она кайфанул на свидании с тобой. Если ты помнишь такой мультик про кролика Роджера и помнишь, какая девочка ему досталась, то если ты вспомнишь, какое качество ей нравилось в нем больше всего, это чувство юмора. Так вот, если даже у тебя нет ни гроша в кармане, даже если ты выглядишь, как жопа мамонта, даже если у тебя изо рта вон... Нет, это, конечно, сразу нет. 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 Просто как жопа мамонта. Но если у тебя чувство юмора, как у кролика Роджера, то тебе подвластно все. Даже Моника Билючи, даже Салама Хаек, даже Скарлетт Йоханссон, даже я. Очередная причина, почему ты ей надоел, это может быть потому, что ты слишком сконцентрирован на себе, любимого. Ты слишком много говоришь о себе. Ты слишком много рассказываешь о том, что ты любишь, о том, что ты не любишь, о том, где ты любишь сидеть, играть, пердеть, пить, есть, работать, читать. Ей все это надоедает. Потому что ей тоже хочется тебе все рассказать о себе. Если она увидит, что ты ее слушаешь, то она для себя оценит и поймет, что значит, я для него что-то значу, значит, я для него интересна, значит, он меня уважает и ценит. А если ты будешь постоянно трендеть только о себе, да о себе, кому это, блин, не надоест? Лучшие друзья, дымшек, это... Нет, это не отсюда. Короче, ты думаешь, почему, так сказать, лучшие друзья девочек зачастую становятся потом их парнями? Не задумывался никогда? Да все потому, что он ее очень хорошо слушал. Все проблемы и трагедии, которые с ней происходили, она рассказывала ему. И он ее внимательно слушал, развесив свои локаторы по обе стороны. И потом, чем больше она ему выливала свою душу, тем больше она рассказывала ему о себе, тем больше она ценила его, и тем больше он был дорог для нее. Так что давай соберись, не тупи-ка, и давай, бери козла за... Если что, я рядом, помогу, подскажу, пиши в комментариях вопросики, ответики, пожелания, комплиментики, ставь лайчечки и подписывайся на канал Потрясающей Марии Тропикал. И увидимся очень скоро. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok